Эфир Кубань-24 продолжает тема дня. Самые актуальные для региона темы обсуждаем в прямом эфире вместе с гостями и экспертами. В студии Алла Гаража. Здравствуйте. На Кубани минутой молчания почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийская акция пройдет в День памяти и скорби ровно в 12 часов 15 минут. В это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении Германии. В эту минуту по всей стране прекратится теле- и радиовещание, приостановят работу в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, предприятиях и в магазинах. Тех, кто в это время будет за рулем, просят остановиться на обочине и заглушить двигатель машины и почтить тем самым память тех, кто не вернулся с фронта. В этом году практически все мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби 22 июня, перейдут в онлайн-формат. Какие акции смогут поддержать жители Кубани и как, об этом поговорим с нашим гостем. В студии темы дня заместитель начальника отдела по сопровождению госпрограмм и памятным датам Департамента внутренней политики Краснодарского края Светлана Маскалюк. В нашей студии сегодня, Светлана, добрый день, я вас приветствую, спасибо, что пришли к нам сегодня. Я уже озвучила, что у нас необычный формат в этом году, все мероприятия ко Дню памяти и скорби проходят в непривычном формате в онлайн. Расскажите, какие рекомендации власти края давали муниципалитетам о проведении всех этих мероприятий, какие установки были? Сегодня мы находимся в усобых условиях и в сложившейся эпидемиологической ситуации управлением Роспотребнадзора рекомендовал не проводить массовых мероприятий с участием граждан. Опираясь на эти рекомендации, привычные для нас форматы, традиционные форматы мероприятий переведены в онлайн-режим, в онлайн-мероприятия, которые проходят и пройдут в пространстве интернета. Все мероприятия удалось так перевести? Да, в принципе, условия позволили, и сама тематика, предстоящая дата, она позволяет провести эти мероприятия в онлайн-формате. Причины понятны, все люди с пониманием, думаю, отнесутся. Давайте расскажем, какие акции в честь Дня памяти и скорби можно особенно выделить, как принять в них участие? Я знаю, что некоторые уже проходят старт дан. 17 июня открыла свою работу общественная приемная проекта «Судьба солдата». Все желающие жители Кубани, которые хотят узнать о судьбе своего родственника, пропавшего без вести или погибшего в годы Великой Отечественной войны, могут заполнить онлайн-формы на официальных сайтах поискового движения России или ассоциации «Кубань поиск» и потом ждать получения информации. Также 20 июня Краснодарский край присоединится к международному субботнику, который направлен в первую очередь привести в порядок памятные места и воинские захоронения. В субботнике примут участие как регионы России, так и страны зарубежья. 20 июня состоится торжественное захоронение останков 11 летчиков, которых обнаружили в ходе экспедиции поисковики Кубани. Такое же захоронение запланировано 22 июня и в Крымском районе. 12 останков неустановленных воинов будут со всеми почестями захоронены в этот день. Минута молчания традиционная в 12-15 пройдет по всей России. Всероссийская минута молчания. Очень хочется, чтобы в этот день каждый житель Кубани в это время вспомнил всех своих близких и родных, которые прошли эту кровавую войну. Еще что можно выделить? Хотелось бы еще, наверное, выделить необычный проект. Впервые он пройдет в Краснодарском крае. Проект, который инициировали молодежные организации, волонтеры в городе Герои Новороссийске. Накануне Дня памяти и скорби создадут большую картину, примерно 11 на 12 метров. Сейчас ожидается, что в создание этой картины уйдет порядка 10 тысяч свечей. Эта картина, конечно, напомнит всем жителям края, да и всей стране о тех героических событиях наших предков. Что касается свечей, ежегодно также проходит акция свеча памяти. И в этом году она в режиме онлайн будет поддержана. Давайте подробно расскажем. Я знаю, что она в понедельник, да, на этой неделе уже стартовала. Абсолютно верно. Свеча акция онлайн уже стартовала на территории всей нашей большой страны. С 15 числа каждый желающий. Для этого создан был специально сайт День памяти РФ. Каждый желающий может посетить этот сайт. И на сайте аккумулируется информация о событиях того времени, о воспоминаниях очевидцев 21 июня и 22 июня 41 года. И та самая большая карта всей нашей страны, где отражен каждый регион. И мы с вами, каждый, кто зайдет на сайт, увидим, какое количество свечей уже, виртуальных свечей, уже зажгли. Поэтому мы призываем всех, невзирая на возраст, на сайт можно попасть через любое гаджет, от телефона до ноутбуков. Заходите, зажигайте свои свечи памяти, делитесь этой информацией своими друзьями. Это не только жест памяти, да, там каждая свеча по условиям. Абсолютно верно, да. Каждая зажженная свеча дает фонд памяти поколения 1 рубль. Все собранные средства, а планируется, есть такая миссия, зажечь к этому дню, вспомнить каждого погибшего в годе Великой Отечественной войны и в совокупности зажечь 27 миллионов свечей. И если у нас это получится, а я верю в граждан, ответственных всей нашей страны и уверена, что это получится, то 27 миллионов рублей фонд благотворительный отдаст помощь нашим ветеранам. В этом году по понятным причинам не очень привлекаются волонтеры. А как департамент внутренней политики все-таки к этой работе, к важным такой патриотическим акциям подключают волонтеров в том числе? Ну, волонтеры у нас люди ответственные, инициативные. В большей степени инициативы исходят от них, и желание участвовать в этих мероприятиях, а самое главное проводить эти мероприятия, идут, конечно, от наших общественников. Волонтерский корпус в Краснодарском крае, он большой, он мощный, инициатив много, и они всегда с большим желанием принимают участие и в тех акциях всероссийских, которые организуем непосредственно мы, и, конечно, инициируют свои предложения и свои мероприятия. Хочу опять вернуться к тем условиям, в которых мы сейчас живем, да, вынуждены жить, работать. Какие сложности помогали преодолевать сотрудники, специалисты департамента в связи с ограничениями для того, чтобы все-таки все акции по возможности состоялись и прошли? Хочется отметить, что все акции, которые мы проводили 9 мая, которые мы проводили 12 мая, которые сейчас идут и пройдут 22 июня, 24 июня, они проводятся не только департаментом внутренней политики, а большой командой совместно с органами исполнительной власти. Конечно, проведение многих акций невозможно без Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Конечно, всегда рядом с нами готовы помочь Министерство культуры Краснодарского края. Большие наши помощники, особенно в данном случае, потому что невозможно работать в онлайне, если жители края не будут об этом злать. Это департамент СМИ наш краевой, который максимально старается помочь нам с анонсированием и оповещением жителей Кубани о том, что будет проходить данная акция. Они могут стать участниками любого проекта, любого мероприятия. Ну, мы себя тоже относим, вашу команду в том числе, да, тоже благими делами занимаемся, вот мы с вами в том числе сейчас. Давайте еще с одними представителями команды поговорим. Как раз руководитель Центра гражданского воспитания молодежи Кубани Министерства образования Краснодарского края Игорь Калинин с нами сейчас по видеосвязи выходит. Игорь, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Игорь, расскажите, какие патриотические акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби, проходят в Краснодарском крае, в каком формате? Расскажите о них. Да, все акции, которые проходят на территории Краснодарского края, они проходят в онлайн режиме, в онлайн формате. И молодежь Кубани Краснодарского края, Министерство образования, науки, молодежь политики Краснодарского края, также принимают участие и в всероссийской акции «Свеча памяти онлайн», также принимают участие в всероссийской акции «Очерицы начала войны». Это короткие видеоролики с ветеранами Великой Отечественной войны, дружинками тыла, детьми войны, которые размещаются в социальных сетях. Мы прекрасно понимаем, что та память страшных дней начала войны должна сохраниться именно для памяти для молодежи Кубани. Также в апреле продюсерская кинокомпания «Династия» и российское движение школьников запустили всероссийскую акцию «Дети войны». В проекте было предусмотрено более 20 краткометражных видеороликов. Каждый фильм – это отдельная реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка. Главная идея проекта заключена в его слогане. Это действительно важные главные слова. Он звучит как герой «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторения в будущем». Суть акции заключена, чтобы участник акции, изучая семейный архив, нашел родственникам, которых в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет. И работая с архивными базами данных, можно отследить течение жизни своего родственника, подкрепляя документальными данными и фотографиями, которые сейчас уже имеются в свободном доступе на различных порталах. Также мы не можем забыть уже традиционную краевую акцию, это эстафета памяти, которая была инициирована в 2017 году молодежью Краснодарского края. Она стала краевой 2017 года. В этом году она стартовала 3 февраля в городе Герои Новороссийске в рамках всероссийской акции «Бесказырка» и завершится 22 июня в городе Краснодаре. Вот за этот период времени эстафета памяти, свеча своеобразная память, посетила все муниципальные образования Краснодарского края, все 44 муниципалитета. Передача была, конечно, в 1 февраль, начало марта, в оффлайн-режиме, с локными постами номер 1, которые осуществляют висение почетной вахты памяти на постах номер 1. Но потом была переведена в онлайн-режим, это передача свечи и хранения ее в храме в онлайн-режиме. И вот буквально 22 июня от города Геленджи будет свеча передана городу Краснодару и завершит свой путь. Это эстафета памяти. Игорь, расскажите, пожалуйста, а насколько вообще активно молодые люди Кубани принимают участие в таких патриотических акциях? И что важно для того, чтобы заинтересовать их? Вы знаете, молодежь Кубани очень активно принимает участие. Мы посмотрели и по тем мероприятиям, которые проводили к 9 мая. Перевод тех мероприятий, тех интересных событий и форматов в вектории, которые проводим в онлайн-режиме. Интерес у молодежи есть, и она действительно активно принимает участие. Буквально к 22 числу мы допустили проект квест-игра «Дорога победителей». Это действительно буквально, как только мы его запустили, молодежь приняла активное участие несколько часов, и уже в каждом квесте в этой игре появляются победители. Поэтому говорить о том, что для молодежи Кубани онлайн-формат что-то изменил в части активности и участия, конечно, нельзя. Онлайн-формат дал возможность сейчас переформатировать общение, переформатировать взаимодействие молодежи с невозможностью и эпидемиологической составляющей, и активно участвовать. То есть свои плюсы тоже в нем есть? Спасибо вам большое, Игорь Сергеевич, Игорь Калинин был с нами на связи, руководитель Центра гражданского воспитания молодежи Кубани Министерства образования Краснодарского края. Мы же возвращаемся в студию с Светланой Москалюк, продолжаем разговор. По вашему мнению, насколько важно проведение таких акций? Все-таки такая большая работа проделывается для того, чтобы вовлечь молодое поколение. Вовлечь молодое поколение, вовлечь подрастающее поколение. Это важная задача, и нам сейчас нужно пользоваться и не забывать о необходимости и важности донести до наших будущих поколений, настоящих, о важности тех событий, о горести тех событий. Нам нельзя допустить, чтобы они забыли, что это пережили наши предки, и что такое вообще эта война, все факты о этих событиях Великой Отечественной войны, чтобы они понимали, почему мы сейчас живем и ради кого мы сейчас живем. Есть такое ощущение, что по прошествию времени сейчас все равно мы лишаемся тех очевидцев, в семьях уже мало тех родственников, которые могут об этом рассказать. Все-таки молодежь насколько информирована. Поэтому очень важно... Не сложнее ли проводить? Не сложнее. Пока говорят в семьях, пока разговаривают с детьми, пока вовлекают их эти семейные, скажем, акции, те же окна победы, окна России. Рассказываю ребенку, что это, для чего это, почему это, о ком самое главное это. И я думаю, что дети не забудут, и в их сердцах так же горячо и с уважением будет та память о тех подвигах нашего советского солдата. Вот сейчас, во время карантина, мы все поняли, что получается найти какие-то новые формы, новые форматы. И хочу спросить, будет ли департамент в дальнейшем использовать эти формы, к которым мы сейчас пришли, быть может, для большего охвата, чтобы еще больше людей вовлечь в эти акции? Вы знаете, мы не ставим себе задачу поставить галочку, да, каким-то количеством. Всегда идем от, скажем так, от сердца, от тематики, и самое главное, это диалоги. Ведь эти все мероприятия, да, гражданской направленности, патриотической направленности, они же не просто имеют место быть как увеселительный праздник. В них глубокая история, в них содержание, в них та самая память, про которую мы не должны забыть и не допустить ни в коем случае этого. В них живые люди и те герои, о которых вы говорите, что наших ветеранов с каждым днем меньше, очевидцев меньше. Поэтому мы не можем не общаться с краевым советом, да, ветеранов, не слышать их пожелания, не слышать их мнения. Мы должны продолжать эту работу, и мне кажется, даже нужно ее где-то еще более усилить в плане чистоты проведения мероприятий. Ну, а вот если говорить о том традиционно, какие объединения все-таки активнее всего именно в этих акциях принимают участие ежегодно у нас в крае? Вы знаете, гражданское общество Краснодарского края, оно очень активное. Вот нельзя выделить какую-то организацию, а каждый из них вносит свой вклад и свою какую-то лепту в проведение того или иного мероприятия. Но, безусловно, повторюсь, это Краевой совет ветеранов, это Кубань поиск, это ДСАФ, это наши молодые активные волонтеры, это наша краевая организация, Кубанский союз молодежи. Кубань очень часто выходит с инициативами. Это наша молодая гвардия, у которых не проходит мероприятие без их какой-то инициативы, их интересной акции или локации. Вообще, я хочу сказать, что на Кубани очень неравнодушные люди живут. Действительно, какую организацию не возьмит, она везде душа. Да, я не могу с вами не согласиться. Не зря говорят, что на Кубани живет народ с широкой душой. Ну что ж, еще раз всех призовем 22 июня подключиться по возможности ко всем акциям. Спасибо, что пришли, получили от вас подробную информацию. В студии «Темы дня» была начальник отдела по организационной работе Департамента внутренней политики Краснодарского края Светлана Москалюк. Это «Тема дня», мы скоро продолжим. Оставайтесь на «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова